Здравствуйте, уважаемые участники рынка! С вами Аркадий Романович, автор торговой системы Опережающий Трейдер. И это очередной выпуск Forex Market Preview с потенциальными торговыми идеями на будущую неделю, сделками, за которыми я буду активно наблюдать. И сегодня позиции по тренду. Это пара доллар канадец и фунт австралиец. Давайте, наверное, начнем с наиболее популярного доллара канадца и затем на фунт оси перейдем. Итак, начнем с 4-х часов таймфрейма, причем давайте это сделаем вместе со мной, чтобы вы могли пройти по алгоритму анализа и принятия решения, да, самому простому, без всяких заморочек, сложностей и так далее. Итак, переходим на H4 и давайте немножечко порисуем. Давайте немножечко порисуем. Возьмем нашу удобную программу, да, если у вас ее нет, скачайте, она очень простая. Когда вы рисуете, вы становитесь гораздо более объективным к текущей ситуации на рынке, да, избавляетесь от фактора неадекватности, который присущ многим трейдерам, особенно начинающим. Что мы здесь видим? Мы видим в целом, если вы в целом посмотрите, да, потому что есть картина общая, есть картина частная, да, и мы можем как пользоваться, да, общей картиной для входа в каких-то стратегических зонах, да, так и какой-то локальной картиной. Если вы посмотрите в целом, то увидите слева по доллару канадцу достаточно сильное импульсное восходящее движение, да, и глядя на это движение, вы скажете, что рынок, ну, как бы восходящий, а это сейчас коррекция, да, если вы так скажете, вы будете абсолютно правы, действительно так и есть. То есть у вас есть импульсная волна и сейчас рынок корректируется. И здесь несколько вариантов, как мы можем подойти. Можем сказать, окей, да, раз рынок восходящий, то я куплю, а где я куплю, я сейчас посмотрю, где у меня ближайшая зона, в данном случае сопротивления, которая может стать поддержкой. Я смотрю вот сюда, вижу, да, что здесь до этого рынок доходил, отбивался, затем пробил, вернулся и полетел, полетел наверх. Соответственно, я скажу, что ближайшая зона интереса моего, зона принятия решения, если я покупатель, вот здесь. Это отметка, давайте посмотрим, какая, 30, ну 34 500 плюс-минус, не столь важно, да, я скажу, что я буду там покупать. И понимая, что цена вот здесь, я скажу, что если рынок сюда придет и сформирует для меня сигнал, то я куплю, да, допустим, ну я не знаю, какой-нибудь свечной сигнал, да, допустим, я не знаю, там, я не использую сигналы поглощения, но давайте, вот пусть у нас будет, пусть у нас будет вот такой, вот такой сигнал, да, к примеру, да, опять же таки, не столь важно. Если у меня сформируется вот такой сигнал, я поставлю стоп лосс ниже сигнала, если это предусмотрено, конечно, правилами, да, и поставлю тейк профит, там, у ближайшей зоны сопротивления, допустим, вот здесь небольшая зона, да, это план номер один. Но есть еще один вариант, да, помимо того, что вы торгуете, как бы, в общей массе, да, как бы, ну вот рынок восходящий, и буду ждать коррекции, пока не скорректируется, ничего делать не буду. Есть другой вариант, есть локальный тренд, и если вы внимательно посмотрите на него, давайте так же порисуем, да, потому что есть тренды глобальные более, а есть локальные. И что мы здесь видим с вами? Давайте посмотрим. Мы имеем просто движение, да, мы имеем коррекцию, мы имеем движение, да, то есть новый low, новый low, коррекция и движение. То есть это локальные импульсные волны, то есть мы можем заключить, глядя на график, и сказать, что рынок нисходящий, да, локально нисходящий. И мы можем воспользоваться этой ситуацией и попробовать войти в рынок на sell, да, на sell, учитывая, что еще до покупок далеко, да и до продаж еще нормально. То есть мы рассмотрим один из вариантов, да, как можно использовать это движение. Я вижу, что рынок нисходящий в локальном момент. У меня есть последняя вот эта волна, да, вот эта нисходящая. Я, опять-таки, не знаю, рынок может и дальше вниз давить, да, не имея малейшее представление, может быть, гэп там где-нибудь откроемся, не знаю, да. И следующий шаг, если я определился, что я медведь, я продавец и хочу воспользоваться локальной ситуацией, это определение зоны, да, давайте я выделю последнюю зону sell, где я хочу действовать. То есть зону принятия решения, да, вот этот бокс по доллар-канации будет той зоной, в которой я хочу действовать. Далее, следующий шаг после ответа на вопрос, кто я, я продавец, да, где я войду в зоне между 35 700 и 36 600. Огромная зона, по-моему, сколько, 100, да, у нас получается 100 пипсов. Да, 100 пунктов, очень большая зона. Затем, чтобы эту зону сократить, мне необходимо перейти на меньший таймфрейм. Бесспорно, мы можем здесь начать натягивать FIBA, используя различные импульсные волны, но мы не знаем, вот эта точка, она конечная или рынок дальше начнет снижаться, поэтому FIBA здесь будет не объективным, потому что если мы чуть снизимся, то точка может поменяться. Давайте перейдем на часовой график и посмотрим, что у нас здесь происходит. По факту на часовике мы видим примерно ту же картину. Ничего нового, мы видим тот же нисходящий моментум, да, и единственное, что нам остается делать, это ждать возврата в эту область, да, формирования сигнала и продаж. Но то, что можно сказать уверенно, потенциальные наши стопы с вами будут в районе 36 800, да, 36 даже 900, вот здесь. Это потенциальные стопы, согласно правилу торговли по тренду, да, по тренду от импульсных волн. Соответственно, 36 900 это потенциальный стоп-лосс. Вы можете сюда добавить трендовую линию, да, учитывая, что есть некое нисходящее движение, как правило, оно сопровождается неким таким трендовым каналом. Да, есть более острая трендовая линия, если мы возьмем вот так, да, посмотрите, какая прям под углом, да, мы можем сделать канал объективности. Упс, сейчас я перейду в настройки и сформируем канал объективности. То есть здесь мы с вами будем рисовать не только по ценам пик трендовую линию, но и по ценам close. Давайте это сделаем. Возьмем цены закрытия и нарисуем. Ну, мы получаем на самом деле примерно вот ту же область, да, область sell. Что мы можем заключить из этого анализа? Мы можем заключить, что мы продавцы. Где мы продаем? Мы можем даже сократить эту зону до сюда. Почему? Потому что у нас образовалось некое пересечение, да, в виде трендовой линии и сопротивления вот этого всего бокса. У нас бокс сократился немного, но как немного, хотя в два раза практически мы сократили наш с вами зону, да, что очень-очень даже неплохо. 500 пунктов диапазона. И все, что нужно теперь для счастья, это сидеть и ждать, когда сформируется сигнал в эту область. Опять же, зависит от того, какие сигналы вы используете, да, price action, графические какие-то паттерны, опережающие, не столь важно, да. Формирование паттерна, потенциальный sell, stop loss за high. Опять же, масса вариантов, как вы можете поставить stop loss. Вы можете stop loss поставить за свечной конфигурацией, да, но наиболее таким безопасным stop loss будет отметка район 36, даже, я сказал, 900, наверное, многовато. 36 700, коллеги, 36 700, это потенциальная защита. Да, и что касается целей, то вот как раз-таки первые цели в районе чуть выше текущих, да, давайте попробуем расставить приоритеты. То есть, если мы определились, что здесь мы ставим stop loss, да, 36 700, если мы определились, что мы где-то вот здесь продаем, да, вот в этой области. Чем выше мы продаем, тем лучше соотношение риска к прибыли, да, мы говорим о том, что это наш риск, да, то, что мы оставим на рынке, если ошибемся. И сейчас мы посмотрим на возможный профит, и это потенциальный наш профит, вот здесь, да, опять-таки, не надо ставить там на самое, на самое дно, потому что, ну, запасом, не жадничайте. Ну, и, соответственно, мы ранее сказали о том, что у нас есть поддержка, да, в районе 30, 34 500, соответственно, это ваша вторая цель. То есть, если первая цель у нас с вами здесь, то вторая цель вот здесь, учитывая вот этот локальный нисходящий моментум, да, локальный нисходящий моментум. Вот и все. И здесь вопрос встает таким образом, что, а как мне быть, да, соотношение риска к прибыли вас устраивает или нет? То есть, то соотношение, которое здесь, давайте я посмотрю, устраивает ли меня. Давайте посмотрим, у нас получается 50 на риск, и сколько у нас на профит? На первый, опять-таки, по отношению к первым 90, да, не очень выгодно. Соответственно, все, что мне нужно сделать, это взять и войти выше. Все, и вопрос снят, да, вопрос решен. Опять-таки, ближе к этой трендовой, либо от трендовой, при условии появления сигнал. Я агрессивно не торгую сейчас, да, поэтому мне необходим здесь сигнал price action, после чего я смогу войти. И вот тогда я получаю то, что мне нужно, да. Вот так вы можете попробовать оседлать, да, вот этот короткий моментум, да, и получить преимущество в сделке. Давайте еще посмотрим на фунт австралиец. Там тоже очень интересная позиция, такая же простая, ничего сложного нет. Давайте мы перейдем на четырехчасовый график. Четырехчасовый график и посмотрим, что мы здесь видим, да, какое у нас настроение рынка. Настроение рынка бычье, хотя локально сейчас, вы видите, мы перешли в диапазон, рынок гуляет, что очень и очень даже неплохо, да, для формирования моих любимых паттернов, опережающих. И здесь есть одна модель, которая носит название бабочка обыкновенная. Если вы посмотрите налево, да, вот здесь, где сейчас я держу курсор, вы увидите, что рынок четко, четко остановился у структуры, да, зона сопротивления, пробитая стала поддержкой, да, и рынок пытается от нее отбиваться уже неоднократно. Если мы посмотрим чуть ниже, то следующая зона интереса, да, находится в районе вот здесь. Следующая зона интереса. То есть, увидели эту, и есть большая вероятность, что рынок увидит зону между, да, 71,500, 70, где-то 70,700, где-то вот в этом кластере, в этом диапазоне, да. Соответственно, если мы внимательно посмотрим, то увидим очень четкую, ровную модель бабочки обыкновенной на покупку. Опять же-таки, мы пока не знаем, завершит ее рынок или нет, потому что у нас есть точка С, точка Б, но нет пока точки Д. И очень большая проблема некоторых трейдеров, которые только начинают торговать по паттернам, они начинают думать о том, что если точка С завершена, то значит обязательно будет Д, и начинают здесь шортить или там покупать. Это абсолютная глупость, и нет никакой корреляции, не считая определенных стратегий, которые адаптированы под это, есть даже целая стратегия торговли с использованием таких моделей, и примерно в таком ключе, о чем я сейчас говорю. Но это не относится к стандартной торговле, да, по паттернам опережающим. Поэтому вовсе не обязательно, что если есть у вас точка С, обязательно цена сюда придет. Мы говорим о том, что если рынок придет в район 70, давайте я сейчас посмотрю, какая у нас котировка получается, где-то 71.400, 71.500, то тогда я буду покупать, и скорее всего я буду покупать здесь лимитным ордером, мы будем ставить с моими студентами buy limit на покупку в районе 71.400. Это очень вероятный трейд, при условии, что мы не нарушим, да, точку А, да, вот этот исход, не исходный, а вот этот пик, да, в районе 76.500. Если мы его нарушим, то смысла уже в этой модели нет. Да, и что мы получаем? У нас уже есть готовые стопы, это очень важно понимать, и готовые тейки. Практически тейки готовы, потому что они могут чуточку двигаться, в зависимости от того, как себя будет вести вот эта волна, да, вот эта волна. Так, 69.900, это наш стоп-лосс, 69.900, то есть это наш потенциальный риск. Очень хороший стоп-лосс, посмотрите, вообще лишен каких-то пиков, хвостов здесь, ничего лишнего. Бывает такое, когда ставишь стоп-лосс, куча пиков, куча лоу, да, и ты не знаешь реально, где поставить стоп-лосс. А здесь так все очень очевидно и прозрачно. Это риск, да, даже если лимитник ставить. И давайте посмотрим, где наши цели будут. Опять-таки цели, опять-таки я не знаю, какая будет волна, да, поэтому пока цели такие. Первая цель в районе, сейчас я вам скажу, где, 74.500. В районе 74.500 даже можно чуть пониже поставить, учитывая вот эту зону, вот эту структуру. И мы ее должны уважать, 73.900, 73.900 даже, это потенциальная цель вот здесь. Сейчас я посмотрю соотношение риска к прибыли, насколько оно меня бы устроило. Хороший профит, посмотрите, порядка 200, 250 пипсов. И здесь у меня должно быть не менее 125. Да, да, практически плюс-минус. Не сильная такая разница, но практически 1 к 2 я здесь получаю. Очень неплохой вариант, да, причем это первая цель. Да, и учитывая, что мы пока еще не сломали тренд, у нас потенциально вторая цель, второй тейк профит. Да, ну, можно даже чуть повыше, да, учитывая вот эту зону сопротивления. То есть, неплохой потенциал на сделку, да, по паре фунтов строительства. Опять же-таки, обратите внимание, ничего сложного, да, вам нужно всего лишь ответить себе, торгую на рынке, на 4 вопроса. Да, кто я? Глядя на тенденцию, да, правильно определить тренд, покупатель либо продавец. Дальше, если я покупатель, то где я покупаю? Да, заранее это сделать нужно, конечно. Дальше, если я определился, что я покупаю в этой зоне, когда я куплю? То есть, что будет являться критерием для покупки? Либо это набор условий, да, допустим, если цена подойдет сюда и сформирует еще сигнал свечной какой-нибудь там price action, и еще индикатор мне покажет состояние, там, я не знаю, в данном случае перепроданности, да, то тогда я куплю. То есть, масса вариантов. Вы можете просто поставить buy limit. Вопрос, самый главный вопрос здесь, это когда войти? То есть, что будет являться критерием для входа в рынок, да, когда вы нажмете кнопку? То есть, когда начнется отчет ваших денег? Либо на рост, либо на убыль, да? Вот. Собственно говоря, все, что вам нужно делать. И заключительный вопрос, это где выйти? Если вы не знаете, где стопы, или они у вас постоянно меняются, то вы здесь ставите, то здесь, то здесь, то здесь, торгуя по одной модели, то вы не будете постоянным, и вы не сможете измерить свою статистику, свои результаты, понять, работает это для вас или нет. Поэтому вы должны, используя одну и ту же модель, допустим, паттерн, ну, пусть это будет бабочка, обыкновенная стопы, всегда ставить в одном месте, да, чтобы понять, правильно вообще вы это делаете или нет. Если вы постоянно их меняете, то и результаты будут постоянно изменчивыми, да, поэтому вот это важно понимать. Вот и все. Где мои стопы? Где мои тейки? И вас ждет прекрасное торговое будущее. Все, коллеги, всего доброго и до следующих видео. Пока.